Тема антисемитизма. Тема животной невнамести, которая есть к еврейскому народу с времени появления его на сцене истории до сегодняшнего дня. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. У нас тут нет времени начать историческую ретроспективу всего этого явления. Но мы прекрасно знаем о том, что с момента выхода из Египта уже сами египтяне уже первые были прародители всех антисемитов. И впоследствии кнанские народы. И впоследствии все эти народы, которые были вокруг все время существования еврейского государства. И тем более, тем более с момента, когда у нас был разрушен второй храм, начинается изгнание. И вдруг тут же моментально появляется целая религия, которая провозглашает ненависть к еврейскому народу как одной из центральных основ своего существования. Нас обвиняют в том, что мы умертвили, повесили ихнего Бога. И этот кровавый навет продолжался тысячелетиями. Если начать, более, так сказать, внимательно обращая внимание, то не входя снова во всю историю. То есть, что было после этого и за что нас не завидели после этого в Вавилоне, куда изгнание нас привело. А потом в Испанию, изгнание, следующий переход, который был. А оттуда после изгнания страшного, которое там было, разошлись по всему миру. И в страны Европы, и в страны Северной Африки, и по всему миру, оттуда и дальше. Во всех местах были гонения, во всех местах были кровавые наветы. Везде была ненависть, животное по отношению к еврейскому народу. И каждый раз, каждый раз этой ненависти была дана своя причина. И не просто причина, а причина, которую сам еврей порождает. Это не то, что мы плохи. Если бы они себя вели бы по-другому, мы бы их не ненавидели. Но только вот тут, я надеюсь, это вы хорошо знаете, повторим только-только в общем. За что евреев ненавидели? Всегда искали естественную причину. И всегда ее находили. Если снова пройтись так от начала до конца, мы увидим, что евреев ненавидели практически за все возможные прегрешения, только которые возможны. Например, их ненавидели за то, что они фанаты. С другой стороны, их ненавидели за то, что они совершенно бесхребетные и не имеют никакой своей ориентиры. Их ненавидели за их гениальность. Точно так же ненавидели за ихнюю тупость. Потому что среди наших находятся и те, и другие. Как говорится, евреи, если умные, то умные. А если глуп, то до конца. Было за что? Естественно, что были причины нас ненавидеть за то, что они все богаты. Как мы сейчас, видите, дали хороший повод всем. Но среди нас было много и бедных. Еще нас ненавидели. Снова это история Европы. Снова и арабских стран тоже. Почему? Потому что они бедные, они там ничего не делают. Они не поднимают проценты немущих в нашей стране. За что только ненавидели их. И ненавидели за трудоспособность, с одной стороны. А с другой стороны, за тунеядство. Находили таких и других. То есть каждый раз находилась совершенно другая причина. Теперь, естественно, что в процессе мировой истории интересно проследить, как на это реагировал сам еврейский народ. Тоже об этом стоит сказать в двух словах. До конца 17 века, начала 18 века. Позиция еврейская, она была очень простая. А раввины, которые вели еврейский народ, они просто не реагировали, не знали, что это реальность, которая должна существовать. И поэтому все усилия надо же только для того, чтобы хоть как-то удар от этого антисемитизма как-то уменьшить, как-то обороняться, как-то не дать себя быть побитым. С момента, когда начинается так называемая реформа, и в Германии, когда начинается отход от еврейского образа жизни, и появляются первые такие несвязанные с второй, первое осмысливание всей жизни несвязанной с второй, то является желание первое, естественно, как реакция на антисемитизм, взять судьбу в свои руки. И тогда начинается эволюция. Вначале было проразглашено о том, что, смотрите, нас ненавидят, потому что мы отличаемся сильно от всех. Шел Мендельсон сказал, будьте евреями дома, там отличайтесь, на улице будьте как немцы, вы увидите, сейчас будет хорошо, нас перестанут ненавидеть. Ну, для этого было сделано реформаторское движение, вообще поменяли всё, что можно было, перенесли субботу на воскресенье, перенесли, молитву вообще всё изменили, убрали вообще слово «тион», Иерусалим, всё это нас не волнует, мы в Рухашем, как они говорят, удостоились жить в самом просвещенном месте, культурном, в Германии, надо сказать им спасибо за это, говорить надо только по-немецки и так далее. Все вы знаете эту историю, результат вы тоже все знаем, никакого антисемитизма это не решило. Они увели огромное количество народа, выбил их из еврейства, но никакой проблемы не решили. После того, как они не решили таким путём, то есть уже как только не пытались, они не получились, пришла следующая идея. Если уже сделали шаг «а», то надо уже сказать и «я», до конца. Значит, если мы оставили уже лоноеврейское, то ещё нам ещё страдать. Давайте теперь просто попытаемся раствориться среди народа, где мы живём. Тогда началось массовое прохождение христианства, принятие христианства, ассимиляция, смежные браки. Хотелось одного единственного – исчезнуть. Просто нету меня, как еврея. Нету, я не существую. И вот, казалось бы, это должно было… Это был бы… Прочитайте книги тех дней, это был точно для них, Петерон Софи, это было явное окончательное решение вопроса антисемитизма. Уж точно после этого уже нет никаких причин для того, чтобы был антисемитизм. Мы как все, мы не отличаемся, нет, все. Мы оставили, мы даже уже записались в христиане. Что вы хотите от нас больше? Оказалось, что хотели. Поменялась эта ситуация. Что поменялась? Поменялась форма антисемитизма. Теперь за что их стали ненавидеть? Их стали ненавидеть именно из-за того, что они стали себя вести, как все. Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи и не лезли бы повсюду, как немцы. Кто сказал? А? Гитлер. Это Гитлер сказал. Они говорили, давайте, мы исчезнем, как евреи, мы не хотим, все, 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 все. И действительно было пару поколений, которые чувствовали себя, смотрите, какое благое дело мы сделали. Да, и вот, так сказать, и смешанные браки, и все, и все. Только уйти, уйти. Нет, не хочу никакого еврейства. Пришел Гитлер, говорит, секундочку, а мы вас не хотим, вы нас просто влезли, вы бы тут, знаете, немецкие лучше, чем мы сами немцы, поэты стали какие-то более такие. Нам не хотим все это, не хотим все это вашего влияния, не хотим вашей культуры. И вообще, в принципе, он не понимая совершенно, Гитлер оказался просто той самой, знаете, которая, буба, как ее называют, марионетка в руках Бога. Если написано в Торе проклятие о том, что ну-ну-ну, уйдете от меня, постигнет ваше наказание вас до, до, до третьего, четвертого поколения, что он сделал, что он установил? Он говорит, давайте, смотрите, меня не волнует, что ваша мама с папой, они уже один из них немец. Кто-то есть еврей, до третьего, четвертого поколения, все в концлагерь. Все получили наказание. Они там, часть из них вообще были, я там, у меня только прадедушка еврей, в концлагерь. Все сбылось, и точно, как Торе сказали. Все точно было сказали. И это не помогло. И тогда пришел следующий этап. Люди говорили, секундочку, ассимиляция не помогает. Ага. Ну, значит, есть другая причина. Причина в том, что мы рассеяны по всему народу. И знаете, что нам не хватает? Нам не хватает своего государства. Как только у нас будет государство, нас начнут уважать. К нам не будут относиться, как к неким падшим, таким вообще, как отщепенцам. Как только у нас будет государство, мы сами за себя постоим, сами отстоим себя, нас никто не обидит, ничего не убитит. Начался, как против антисемитизма, новое оружие, новая идея. Называется сионизм. Первый глаз сионизма, он, по крайней мере, в духе частично, которое описано в Торе, всегда возвращение в цион, в сион, и тогда это великая идея. Ну что, тот самый герцог, который понял, что ассимиляция ничему не привела, и тот самый пришел к идее, что лучше иметь свой национальный очаг, один, где будет все, мы все евреи будут вместе. Это была колоссальная идея. И на первый взгляд, на первых порах, особенно после Второй мировой войны, когда возникло чудом, совершенно полное чудо, когда вдруг и Америка, и Советский Союз, и вдруг все согласились, это единственный раз, когда они согласились вместе вообще, и дали возможность возникновения еврейского государства. Обратите внимание, обратите внимание, что произошло после этого. Что произошло после этого? Решили о том, что мы так, таким образом, и в принципе, больше не будет в этой семитизме. Теперь, согласно всех мнений, самое опасное место для евреев, а? Где? В Израиле. Самое опасное место. Вокруг нас 200 миллионов арабов с дикой, яростью, с дикой ненавистью, которая просто невозможна себе даже открытой совершенно, с пропагандой антиеврейской, антиизраильской, которая просто что-то самое дикое, которая есть, которая даже, не знаю, если сравниться с тем, что проходило в Германии. Ясно, четко, мы хотим уничтожить, выбросить в море, называют нас нехорошими словами, и так далее. Сколько мы забейте? Это к тому, что тут сказано, да? Сколько нас не пытаются тут уничтожить вокруг нас, верно? И мы действительно ходим в самом опасном месте, это пороховая бочка. Всем ясно и понятно, всем ясно и понятно о том, что следующая, ближайшая война, которая будет, совершенно не будет похожа на все остальные, треть Израиля точно должен быть разрушен, согласно всех прогнозов. Ясно и очевидно, что это очень самое опасное место. Смотрите, что происходит вокруг. Все наши враги, самые ярые, которые хотят нашей смерти больше всего, они убивают друг друга, находятся в самых страшных условиях, которые только можно себе представить, живут бедно. А Израиль? Снова? Обратите внимание, можно снова искать какие-то естественные причины. Снова довольно-таки нормально живем, по большому счету. А ну спросите людей, Иерусалим – это опасное место в мире? Где опаснее жить? Скажите, в Лондоне или в Иерусалиме? Говорят, вы что? Слово Иерусалим – это страх, это терроризм, это там убивают, что там не происходит. Мы живем в Иерусалиме. Самое безопасное место, которое есть. Тихо, спокойно, вообще нет никакого хулиганства, просто не существует, по крайней мере, в моем районе, не знаю, может, по-другому. Вообще не существует вообще. Хотите ходить днем, ночью, дети, все бегают, все открыто, вообще полное спокойствие, нету бляйна-раба, бляйна-раба, бляйна-раба. Это несмотря на все, что мы окружены всеми врагами, плохо у врагов. Они воюют между собой, убивают друг друга. Смотрите, что в Сирии происходит, смотрите, что в Ливане происходит, смотрите, в всех этих местах там с их невесной. У нас нормально. Экономика даже развивается. Процветает. Все есть, несмотря на все. Это уже относится к второму чуду, которое есть, снова подчеркиваю его. Третье чудо, о котором мы говорим, это антисемитизм. Жуткое явление, которое на самом деле не имеет никакого объяснения. Почему? Потому что столько, сколько искали ответов на вопрос, искали естественную причину. И таких причин огромное множество. Есть исследователи, которые насчитывают, которые говорят, 20, из которых 40, 50 причин естественных, которые рассматривают, почему надо евреев, можно евреев из-за этого ненавидеть. Естественная причина. Но только тут возникает интересный вопрос. Каждый раз причина эта исчезала. Ну, естественным результатом, что должно было быть? Должен быть исчезнут антисемитизм, если причина исчезла. Давайте все, давайте. Причина исчезла, а антисемитизм продолжается, но нашел другую причину. И если мы видим, что тем не менее антисемитизм существует, значит, ни это, и ни другая, ни третья, ни десятая, ни двадцатая не являются причинами антисемитизма. Что же да, является причиной антисемитизма? Если не то, и не другое, значит, за всеми ними кроется, называется причина причин. Причина причин. Только время от времени вылазит какая-то естественная. Что за причина причин? Явно очевидно, что это есть неестественная причина. Неестественная. И она у нас давно записана, каждый знает прекрасно. Она записана. Мы Тору получили на горе Синай. Медраж так и говорит. С тех пор, как мы получили Тору на горе Синай, спустилась, как только мы получили Тору, духовный закон, спустилась ненависть к обладателям Торы в этом мире. Почему? Потому что они обладают этой Торой, а не кто-то другой. Только Творец им раскрылся, а никому нет другого. За этим кроется неестественная причина. Только за этой причиной стоит колоссальный механизм, который скрыт от наших глаз. Естественно, что тот, кто не хочет видеть его, не захочет. Но надо знать о том, что антисемитизм – это духовный закон, который Творец вёл в этом мире. Это типа термостата. Только для евреев. Нет подобного антисемитизма по отношению к другим народам. Время от времени есть всякая фобия, кого-то ненавидят. Все прошли какой-то этап, эта ненависть, она переходит к другому народу. Вот так, чтобы это было постоянно, и всё время переходило из формы на формы, и состоял антисемитизм. Это уникальное явление. Нет в никакого объяснения, кроме одного единственного. Есть ему источник неестественный. Сам Творец установил его. Для чего он установил его? Очень просто. Где-то написано в истории неоднократно. Может быть, скажем в двух словах самую, тут заденем самую основную претензию, которую мы слышим. Претензия, она, все её знают, она озвучена хорошо, и есть даже её обыденная формулировка. Ну, где был Бог во время катастрофы? Тем самым, естественно, что хотят доказать, что если произошла эта катастрофа, много евреев погибло, значит, не может быть, что Бог это допустил, значит, его нет. Ну, во-первых, давайте спросим этих людей. У меня неократно было беседано с такими людьми. Как правило, спрашиваю, скажите, на ваш взгляд, Бог есть? Говорят, нет, дай Бог. Так что вы говорите? Значит, вы считаете, что Бога нет? Нет. Ну, тогда почему же вы спрашиваете, а где он был во время этой катастрофы? Его же нет. Вы сами считаете, как же можно в одно и то же время предъявлять претензию к несуществующему Богу? То есть, это простая демагогия. Претензию, где был Бог, можно предъявить только тот, кто считает, что он существует. Но только если он считает, что он существует, значит, он и знает, что есть у нас Тора. А, ну, давайте откроем я, что там написано. А там написано до всех этих событий. Согласно всех мнений. «Имбаху кутайте леху, если пойдете по законам моим и будете соблюдать мецфотви, то я вам дам и благословение такое благословение». Откройте, пожалуйста, одно за другим благословение, которое есть. Но если вы не пойдете по пути моему и не будете соблюдать законы мои, то вас постигнет. И дальше идет перечисление страшных, страшных проклятий, которые придут на голову еврейского народа. Они все как один сбылись. Кто знает, знает эти все. Во время разрушения первого храма, разрушения второго храма и во время той самой катастрофы, которая пришла. Все заранее записано. Почему вы хотели оставить мою Тору? Когда началось просвещение, когда началась отход, когда началась реформа, когда началась ассимиляция в Европе, где она началась? В Германии началась. Раввины в Германии, во всем мире кричали, евреи, остановитесь. Есть Сахар, есть Оныш, есть преступление, есть наказание. Мы все знаем о том, что если я творец, он не совершил. Не этот мир сотворил, для просто так, для пребывания в нашем мире. Все есть там, где есть цель, там есть и оценка целей. Неизбежно есть правосудие. Отойдем от Торы, пообещали. Вот, посмотрите. Постигни наказание. Не, о чем вы говорите, смотрите. Немцы, самый культурный народ. Вообще, посмотрите, как все процветает, все хорошо, ничего не прошло. Пока, пока, пока. Не собралась критическая масса. И когда все это взорвалось? И тогда, действительно, что творец сказал? Вы хотели быть более всего подобны культурному народу, как немцы? Пожалуйста. Точно, как написано в Торе. Я и отдаю вас в руки этого культурного народа. Пожалуйста. Пусть он делает с вами, что он хочет. Вы же хотели быть на него подобны. И так вся еврейская история. Проследите ее, вы увидите все время, все время тот же самый. Тот же самый механизм работает. Как только евреи отходят от него, появляется жуткий антисеминизм, который говорит, ты от меня никуда не уйдешь. Об этом все уже заранее сказано и написано. У нас просто уже кончается время. Так сказано в пророке Ихиескель. Так он говорит. И не бывает задуманному вами тому, о чем вы говорите. Будем, как другие народы, служить дереву и камню. Да, вы знаете, дерево – это потомки Исава, а камень – это потомки Ишмель. Не будет у вас этого. Задумка боится. Я хочу все. Я хочу быть, как все. Я хочу, чтобы меня не преследовали, чтобы перестать быть евреем. Я хочу перестать. Не получится. Не будет задуманным и вами. Потому что, о чем вы говорите, будем, как другие народы, служить дереву и камню. Жив я, говорит Всевышний, рукой твердой, десница простерцу, и яростью изливающейся воцарюсь над вами, и выведу вас из народов, и соберу вас из стран, с которыми вы рассеяны. У вас ничего не получится. Вы захотите спрятаться. Захотите убежать. Как говорил тот поэт, перестаньте сбиваться в кучку. Перепуганы, несчастные. Они не знали, что делать со своим евреем. Главное творец, вы его получите. Вы не сможете убежать, не сможете спрятаться, я вас выведу в любом случае. Вы не сможете прекратить быть евреем. Не сможете. Это и есть третье чудо, которое мы должны были видеть, рассмотреть тут, чтобы понять, какое благо творец нам сделал. Для нас всегда антисемитизм – это что-то страшное, непонятное, угрожающее. Но я взгляд сверху. Он обнаруживает, что это самое большое благо, это механизм сохранения еврейского народа. Как только мы отходим, приходит какой-то нееврей с дубиной. Пах, назад. Как сказал тот самый Гитлер. Где больше примера, который можно привести? Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи. И, в принципе, это ответ вообще всему, который это тому, что у нас написано. Есть ли какая-то панацея антисемитизму? Да, есть. А она снова написана в Торе. Если мы будем себя вести как евреи, будем на том уровне святости, истины, служение Творцу так, как действительно написано у нас, и изнутри души нашей, и во всех поведениях наших, когда мы мекачимшемшемаем, когда мы освящаем наши, освящаем мы деяния наши, то тогда все народы поклоняются. Пример этому во время царствования царя Соломона. Все народы мира вокруг пришли посмотреть на царствование царя Соломона. Это был пик, вершиной еврейского существования. Это 2500 лет назад. Если только мы вернемся к этому, антисемитизм не только исчезнет, а наоборот, и придет все мои времена, которые описаны, которые должны осуществиться в конце-конца дней. Это и есть описание прихода Машеха, когда действительно еврейский народ, если он только вернется к своим корням, вернется к истинному соблюдению заповеди Торы, то тогда и отношение всех народов мира не только не будет перестанет быть негативным, а наоборот, но они будут следовать еврейскому народу во всем, как пример. Самый светоч, который действительно дает свет всему миру.